Шланг осенизаторской машины направлен в траву. Шланга вытекает бурая жидкость. Жителям Юрмала удалось заснять людей, которые загрязняют курорт. Это видео оказалось в нашем распоряжении. Сергей Герасимов выяснил, кто опорожняется в заповедных местах Юрмала. На Луг приезжаем достаточно часто. Я тоже приезжаю в связи с организацией «Спасайте детей». То есть мы привозим сюда какие-то яблоки или какую-то еду, которую мы даем животным местным, которые тут живут. Потому что тут неподалеку живут часто много зайцев и лис. То есть есть тоже редкая птица удода, которые сюда прилетают. Сто метров в одну сторону река Льелупе, сто метров в другую природный заповедник. Юрмала – город, курорт. Так богат на природные красоты. И жить здесь одно удовольствие, если бы не одно, но запах фекалий, разносящийся по всей округе. Несколько дней назад на этом самом месте происходило невообразимое. Осенизаторская машина, припаркованная у обочины, опорожняет бак прямо среди деревьев. Эту картину наблюдали местные жители. Ситуация усугубляется запахом, который, по словам очевидцев, разносился по округе. Впрочем, спустя четыре дня он все еще прекрасно ощущается. На место ЧП тогда был вызван наряд полиции самоуправления. Стражи порядка констатировали, что машина, внимание, работает по заданию муниципального предприятия Юрмала Суденс. В компании же говорят, что в старые коллекторы сливали воду после прочистки ливневки. И там только песок. Мы вывозим своими силами или как платную услугу другая компания вывозит там, где мы ремонтные работы производим. И еще раз могу напомнить, это не бытовой сток, и там фекального загрязнения нет. А плохой запах на месте работ – дело субъективного восприятия, говорят Юрмала Суденс. Это в любом случае не питьевая вода и никакая вода от ручейка. Это полоскатель воды от коллектора, где, так сказать, какие-то процессы биологического разложения могут принимать. Почему же содержимое кузова опорожняли не в специальные коллекторы, а прямо в лес по соседству? В Юрмала Суденс ответить не смогли, предположив, что сотрудники фирмы, которую наняли для проведения работ, просто промахнулись. Отметим, возможно, промахнулись они не впервые. И чтобы они туда не сливали, на месте слива уже подрастают помидоры и спеют две тыквы. Отметим, само место слива принадлежит самоуправлению. И постепенно уже длительное время превращается в свалку. Иногда мы видим, что кто-то сюда на этот угол приезжает, они какие-то строительские отходы выбрасывают. Юрмальская полиция самоуправления серьёзно работает над вопросом нелегальных свалок. С этого года в Юрмале за свои отходы каждый платит сам, ведётся учёт. Что касается этого конкретного случая, экипаж приехал, констатировал, что на месте работает Юрмала Суденс, и всё. А вот в госслужбе среды произошедшим заинтересовались. Там нам сказали, что владелец автоцистерны будет установлен, и инспекция начнёт по делу административное дело производства.